Про Краснодар сначала? Давай. Ну, мне, честно говоря, кажется, что Краснодар... На самом деле, тут даже не обязательно уходить в их же таблицы. Просто сам они изучают команды. Достаточно просто посмотреть, сколько пенальти они. Штамп, не пенальти. Да, все могло очень сильно пойти для Гончаренко иначе. Гончаренко, на мой взгляд, если смотреть не столько на результаты, сколько на тренерскую работу, в очередной раз доказал, что он в любом месте. На самом деле, мне кажется, он в ЦСКА это тоже доказал еще раньше, потому что у него один клуб, ну, несколько команд было. И когда он со всем молодыми построил такой прессинг, лучший прессинг в России, потому что тут надо разделять если дистанцию всего сезона, то лучший прессинг у Гончаренко. Самый интенсивный. И он, кстати, достаточно качественный. Так, у Гончаренко в локомате? Да. И если там дистанция у Гизделя, то самая интенсивная у Гизделя. Но в целом по сезону, конечно, тяжелее эту стабильность поддерживать. Гончаренко поддерживает это, заслуживает, конечно, уважения. И он это переносит буквально. Это еще часть его культуры. Там белорусский Юрген Клоп, как минимум. Потому что не часто так увидишь, когда... Часто игроки определяют то, в какой футбол он играет. А у него есть постоянная черта. Да, игра с мячом может адаптироваться. Это из хорошего. Мне кажется, в Краснодаре владелец определит, в какой футбол играет команда, нет? Ну, мне кажется, этот тезис и да, из категории и да, и нет. Почему да, всем понятно. Куча историй, в том числе от тех, кто там поработал. Почему нет? Мы все-таки видим ощутимую разницу, когда у Краснодара меняется тренер. То есть, есть общая картина, есть частности. Есть пожелания просто, грубо говоря. Которые главный тренер старается выполнять, а потом какие-то обстоятельства, решения. Вьюз, судя по всему, все-таки с Гончаренко меньше, чем с другим тренером коммуницирует Галицкий. Ну да, Сергей Николаевич говорил, что у него сейчас просто со здоровьем проблемы, он не может быть в процессе ежедневно. Поэтому сейчас, наверное, Гончаренко чуть больше... Хорошее я рассказал. Вот плохое, давай, может, вместе обсудим. У меня сложилось ощущение из трансферов, что Краснодар делал ставку на чемпионство в этом сезоне. Что вот Кордоба, Криховик, что... Ну, Кордоба, понятное дело, для такого футболиста просто переплата, достаточно дикая. Криховик, возрастной футболист, которому высокую зарплату, по меркам, нужно платить. И мне казалось, что это разумно, только если ты рассчитываешь взять титул прямо в этом сезоне. И потом, не хочу ничего такого черного сказать, но все-таки потом еще появилась история о том, что Галевский болен, и это приобрело еще больше логики. Я не хочу вообще в этом направлении рассуждать. Я понял смысл твоей теории, но, во-первых, Сергей Николаевич, здоровье абсолютного. Присоединяюсь на 120%. Во-вторых, ну, ведь Краснодар и до этого, трансфер Куэва за сумасшедшие деньги для Куэва, трансфер, извини, КБЛА, это тоже сумасшедший уровень, на самом деле, многие недооценены для РПЛ. Человек был очень хорош в Марселе и в Нью-Касселе, это тоже сумасшедший уровень для РПЛ. Тони Вилена... То есть, те трансферы были под Лигу чемпионов. Ну, а как разделяешь трансферы под Лигу чемпионов или под выигрыш чемпионата? Ну, Лига чемпионов гарантирует тебе определенные доходы, и ты можешь эти доходы уже летом использовать, понимая, что они у тебя будут в любом случае. Это на самом деле, это просто вопрос от твоих, не знаю, гарантий, траншей сегодняшних и завтрашних. То есть, понятно, что ты их тогда купил под Лигу чемпионов, ты их купил не на 6 матчей. Понятно, что тебе нужно выйти еще в следующую Лигу чемпионов. Чтобы выйти в следующую Лигу чемпионов, нужно выигрывать чемпионат России, потому что по-другому ты сейчас в нее не выйдешь. Поэтому это все взаимосвязано. Но то, что Краснодар комплектует... Ну, слушай, Краснодар на самом деле... Это достаточно возрастные игроки еще. Так, конечно, всегда у них было. Они всегда сколько говорили о том, что свои воспитанники, они все равно так же приезжали Широковы, Янбаевы, Шишкины, Быстровы. Я могу, Анжинжал. Ну, окей, я понял, что по этому пункту ты не согласен. Давай тогда... Ну, хорошо, я так говорю так. Ботхейм, очевидно, все-таки... Краснодар играет с одним центром форвардом, да? Ботхейм, очевидно, центральный нападающий, они там не левый, правый, там бингер, да? Понятно. Тем более у них там вернется Вандерсон, кстати. Говорят, вот в этом будет их усиление, да, я так понимаю. И они берут Ботхейма по разным оценкам, то ли за 5, за 8, когда у тебя уже основной за 20, при том, что основной даст фломан, но он вернется через там 3,5-4 месяца. То есть очень дорого в рамках некой замены все равно. То есть, видимо, может быть, ну реально они даже не хотят там из серии там несколько матчей в марте из-за этого упустить. Ну вот, не знаю. Просто от этого зависит вопрос, как оценивать работу Гочаренко. Просто если это такой переходный сезон, если на него не делалась ставка, понятное дело, гарантировать титул невозможно, но приблизить своими действиями там трансферными назначениями все-таки его можно. Если на него не делалась ставка, то мне кажется, несмотря на текущую позицию, можно рассматривать работу Гочаренко как очень положительную. Но если все было прямо четко заточено, то все-таки, мне кажется, что тогда могут возникнуть определенные вопросы. Я могу сказать, что я уверен, что еще месяца полтора назад Гочаренко, в принципе, могли снять. Потому что Краснодар не набирал очки, Краснодар лихорадил, Краснодара не хватало, мне кажется, командных действий. Не знаю, исходя из того, что я понимаю, я думаю, что он уже, в принципе, мог уходить. И в этой ситуации вкладываться именно в Гончаренко и в эту команду как в чемпионскую, я думаю, нет. Хотя, конечно, значит, белорусский клуб ситуацию вырулил и для команды, и для себя. Мне кажется, ну, если бы Краснодар докатывал сейчас по игре так же, как у него, там, не знаю, по очковым потерям, там, игре начиналось осенью, он мог просто, ну, без тренера, ну, тренером зиму провести. Тебя сильно разозлил уход Крюховика? Вообще нет. А, ну, действительно, есть же Куликов. Что я вообще спрашиваю? Слушай, я на самом деле, да, я тогда сразу написал, что это, кстати, вообще, это чуть ли не первый был пост у меня в Телеграм-канале. Потому что я тогда, вот, я вспомнил, да, как все говорили, ну, как так, вы ему мудрились там, так сказать, просрать. А я, наоборот, сказал, написал, что это ситуация потенциальная вин-вин-вин сразу же. Потому что Краснодар, команда, которая может, там, тот же Локомотив полгода назад, там, обыгрывать 5-0, но это не хватает именно, вот, команды. И вот Крюховик, тот человек, который, там, не знаю, будет орать на всех каждую тренировку, там, и так далее, и готов собрать. И они сразу... Закрывать прогресс Черникова. Черникова мне тоже очень нравится, да. И Крюховику же не просто так дали капитанскую повязку, потому что они конкретно брали под эту роль. Давай, ты, лидер, там, не знаю, хотя он уже не лидер, наверное, сборной Польши, приди, там, нари на нас всех, давай, дай спиртсану по макушке, давай, давай, давай. Я не знаю, насколько Крюху эта роль применима. Потому что Крюх, все-таки, он не сам социальный человек, да, он больше человек в себе. То есть, Черлука, например, такой же, по психотипу очень похожий. И Черлука, когда первый раз был капитаном, он еще не был готов, на мой вкус, тогда быть капитаном. А через лет семь в Локомотиве, он, когда он уже как-то ее новую форму, там, не знаю, своего отношения к футболу, к жизни поймал, как возрастной футболист, он уже был готов быть капитаном. Нет, мне кажется, что я просто сошел на нет эффект Тоттенхэма. Сначала он был изгаженным, обмазался Тоттенхэмом, потом все стало нормально. Поэтому ты в белом? Я в бело-красном. Так вот, Крюх, поэтому им нужен был Крюх, Локомотиву, слушай, ну, у Крюха и до этого, например, в прошлом году осень была не очень сильная, да, и были какие-то вопросы. Я, например, не уверен, что Марко собирался команду новую там строить с Крюхом, я не уверен, честно. И тем более был не уверен, что у человека, заканчивая за год, и новое руководство, учитывая, что у тебя 8 легионеров может быть максимум, как они будут делать трансферы, если у тебя все легионерские места заняты. Конечно, тебе нужно продавать скорее всех, поэтому, ну, и у Крюха получил долгосрочный контракт, потому что Локомотив все каждый год, у всех заканчивая контакт в июне, все такие еще ждут, ну, вы дадите контракт, не дадите контракт. И каждый год вот эти унижения там проходили Антон, Кончако, Влад, Игнатьев, там, Тарасов, Виталий Денисов, каждый год. И, конечно, Крюх насмотрелся на все это. Мухин сломал систему. Мухин сломал систему. Ну, и, конечно, ну, никто не собирался, значит, сидеть и ждать Крюх. Поэтому это Вин-Вин-Вин.